Я начальник юридического отдела компании Качкин Партнеры. Соответственно, моя специализация – это интеллектуальная собственность. И сегодня я хотела бы вам рассказать, в принципе, про все моменты, которые так или иначе касаются вашей деятельности, связанные с тем, где вы проходите обучение, кино и телевидение, и защиты интеллектуальных прав, так называемых, на те произведения, которые вы сейчас создаете в ходе своего процесса обучения, либо будете создавать в ходе вашей дальнейшей профессиональной деятельности. И сегодняшняя тема семинара будет называться «Авторские и смежные права в индустрии кино и телевидения». Такая небольшая вводная, полчаса я постараюсь вам какие-то основные вещи рассказать по поводу того вообще, чем это регулируется, о чем пойдет речь, и, в общем, о чем мы сегодня будем говорить, а дальше мы оставим какое-то время, там, 30-40 минут на вопросы. То есть если у вас по ходу пьесы будут возникать вопросы, вы лучше их запишите, и мы с вами обсудим их просто после презентации непосредственно. Итак, чтобы не терять времени, у меня не работает кликер. Ладно, я просто начну, пока сейчас мне презентацию не здесь починят. О чем сегодня пойдет речь? Первый блок — это авторские права, о которых я вам хочу рассказать, и смежные права. Это две такие подотрасли законодательства, да, с точки зрения юриспруденции, которые регулируют на самом деле немаловажные такие объекты, которые вы создаете в своей деятельности. Авторское право — это такая отрасль права, которая регулирует весь процесс создания произведений, таких как кино, какие-то телепрограммы, телешоу, фотографии, произведения искусства изобразительного, книги, роман, да, кто-то написал, это произведения авторского права. Затем это могут быть совершенно различные произведения литературы и искусства. Вот это все объекты, они будут регулироваться авторским правом. И когда мы говорим о таких, например, в данном случае больше всего будет речь идти о, наверное, фильмах, так вот, фильмы, они как раз-таки регулируются, да, их создание, защита ваших прав, как авторов на этих фильмах, будут защищаться авторским правом. Соответственно, основное, да, чем это все дело регулируется, это гражданский кодекс Российской Федерации. Почему вам это важно знать? Потому что не всегда вы будете тратить свои деньги на каких-то юристов, или просто вы хотите, например, погуглить, как так или иначе защищаются ваши права, например, на созданную вами студенческую работу или фильм. Вы просто для сведения должны знать, наверное, что вам можно открыть гражданский кодекс, часть 4 гражданского кодекса, и там будет раздел, глава 69, авторские права. И, соответственно, там будут как раз-таки урегулированы все те вопросы, которые связаны с созданием тех объектов, о которых я сегодня вам кратко постараюсь рассказать и надеюсь, что мы с вами обсудим в ходе вопросов. Есть еще второй блок, который не надо, спасибо большое, путать с авторскими правами. Это смежные права. Называется смежный авторский семинар. Смежные права касаются фонограмм, исполнений, телерадиотрансляций и всего остального. Это не авторские права. Этот значок копирайт на них не распространяется. Это совсем другая сфера права. И если хватит сегодня времени, на слайдах я расскажу, либо непосредственно в процессе задания, задавания вами вопросов я отвечу. И все это регулируется, как я сказала, гражданским кодексом. В четвертой части вы можете это все найти. Вот начнем с авторского права. Я постараюсь очень быстро и надеюсь лаконично вам все это рассказать. Защита творческих произведений. Что важно понимать? То есть авторское право защищает те творческие результаты, которые вы создали. Я их уже перечислила. И что самое интересное? Иногда существует такой миф, что авторское право, вот это ваша работа, она может защищаться. И монополия на ее использование может вам предоставляться только в случае, если эта работа какая-то особо оригинальная, у нее какие-то особо отличительные черты, она там очень какая-то значимая для, например, искусства и так далее. Нет, это совершенно не так, независимо от того, в какой форме вы это создали. Главное, чтобы вы это создали в какой-то материальной форме, на материальном носителе каком-то, нарисовали на листке бумаги или записали на пленку. Это должно быть выражено в материальной форме, но независимо от назначения, достоинств, это будет признаваться объектом авторского права. Просто в силу вашего создания. Это очень важно знать. Никакая регистрация не требуется. То есть вы создали что-то, записали, например, какой-то видеоклип на свою пленку, и все автоматически вы стали автором такого произведения, как, например, видео, какой-то ролик и так далее. Творческий характер предполагается. То есть он обязателен. То есть любые объекты авторского права защищаются в силу того, что они имеют творческий характер. Если у вас не было элемента творчества при создании, никакого объекта авторского права не создается. Но в чем преимущество для авторов? Творческий характер предполагается. То есть чтобы какую-то корючку вы бы не нарисовали или не сняли, какой-нибудь, я не знаю, просто, допустим, вот эту колонку, предполагается, что творческий характер будет. И тот, кто уже захочет с вами поспорить об этом, он и будет доказывать то, что творческого характера в этой работе нет. Это не объект авторского права. Так вот, как я сказала, вот эти все критерии, оригинальность, уникальность, все это вообще не требуется. Забудьте об этом. Это не какие-то патенты, изобретения, полезные модели, которые требуют какой-то новизны, оригинальности. Нет. Для ваших работ, в том числе кинофильмов, фотографий и так далее, эти критерии не применяются. Все, вы создали, вы создали объект авторского права, вы автор, вы имеете право на защиту. И вот я тут перечислен, музыкальные произведения, фильмы, фотографии, драматические произведения, все это авторским правом охраняется. Литературные произведения, графики, живописи и дизайны. И что интересно, что этот перечень открытый. То есть нет такого, что в законе нет того, что я создал, это не подпадает под какую-то категорию, типа литературных произведений, и это не охраняется авторским правом. Нет. Если творческий характер есть, будет охрана. И что интересно, что не просто, например, вы создали фильм, сняли, и он будет охраняться, но и созданный на основании вашего фильма какое-то последующее произведение, оно тоже будет самостоятельным объектом авторского права и тоже будет подлежать охране. Это очень важно. Зачем? Потому что если вдруг кто-то использует то, что вы создали, как-то перерабатывает, например, создает сиквел, ремейк, я не знаю, колоризирует фильм, о чем, может быть, мы успеем поговорить позднее, это будет использование вашего произведения, естественно, и так далее, но будет создаваться отдельный объект авторского права. Потому что оно состоит из нескольких отдельных объектов авторского права. Потому что, как мы знаем, фильм состоит, как минимум, из какой-то музыкального саундтрека, сценария, потом операторская работа по непосредственно съемке этого фильма. То есть фильм — это составное произведение, которое состоит из нескольких объектов авторского права. Поэтому на этом слайде сказано, что авторское право защищает не только какую-то отдельную работу, например, музыку вы написали как композитор, но еще если вы ее написали для фильма, она будет входить в составную часть фильма и будет охраняться еще и непосредственно фильм. Это про объекты авторского права, если мы говорим. Итак, вы, как создатель какого-то произведения, будете автором. Автором всегда может быть только человек. Почему это важно? Если вдруг вы где-то вам дают подписать контракт, вы сняли фильм, хотите его продать кому-то, да, или там, я не знаю, спонсора какого-то нашли, и в договоре будет написано, что автором является там какая-то компания, или вы передаете право авторства быть автором какой-то компании. Нет, автором может быть только человек. Это важно иметь в виду, потому что, поверьте, в договорах пишут очень разное, а вам, я думаю, как специалистам предстоит все-таки заключать какие-то договоры, которые так или иначе, ну вы же захотите как-то продавать, наверное, или получать какую-то выгоду из того, что вы будете творить, или, например, на конкурсе будете какие-то документы подписывать, например, при участии вашей картины в каком-то конкурсе. То есть имейте в виду, что автор всегда должен быть, всегда надо знать, кто автор, потому что если вы не можете доказать, что вы автор, соответственно, вы не можете претендовать на какие-то авторские права. Существует такое понятие, как авторство, когда вы вместе с кем-то создаете какое-то произведение. В таком случае вы вместе, совместно, имеете общую цель на создание какого-то произведения. Только в этом случае, если каждый из авторов внес личный вклад в создание произведения, тогда они будут признаваться соавторами. Если вы совершенно параллельно, там друг другу, независимо друг от друга создавали какие-то отдельные части произведения, соавторства не будет в таком случае. И в чем суть соавторства? Суть соавторства заключается в том, что вы должны тогда совместно использовать то, что вы создали. И вам надо будет как-то координировать в любом случае, если вы с кем-то решили создать какое-то произведение, например, фильм, вам надо будет координировать свои действия с тем лицом, с которым вы его создавали. И поэтому чисто практической точки зрения имейте в виду, подпишите какой-нибудь документ, не знаю, какое-нибудь соглашение, которое будет говорить о том, как вы совместно будете пользоваться тем, что вы создали. Неважно, что это будет, но это просто действительно практический совет. Например, если вы потом будете какое-то вознаграждение за использование получать тоже, оговорите на берегу, в каком хотя бы процентном соотношении вы будете получать это вознаграждение между друг другом, с друг с другом. То есть это просто такой практический совет, который на самом деле нетривиальный. На практике, поверьте, это случается просто на каждом шагу, что соавторы не могут договориться, как им использовать то, что они совместно создали. Что важно знать? Авторские права на произведение, которое вы создали, например, на кинофильм, на киноленту, они не бесконечны, они имеют пределы защиты свои. Основной срок — это 70 лет жизни автора, то есть сколько вы проживете, плюс 70 лет после вашей смерти. После этого все, защита прекращается. То есть понятно, что произведения Александра Сергеевича Пушкина, поскольку уже вот этот срок истек, они уже перешли в общественное достояние, так называемое. То есть они сейчас не подлежат охране вот этими авторскими правами. Кто угодно может использовать эти произведения. То есть если вы хотите проверить, можно ли в своей работе использовать то или иное произведение, например, без согласия, получения, без выплаты каких-то вознаграждений и так далее, вы можете посчитать вот этот срок. Ну если вы так навскидку предполагаете, что автор, наверное, уже умер, посмотрите, проверьте, и вот, скорее всего, если оно в общественном достоянии, свободно можете использовать без всяких ограничений. И теперь перейдем к такому важному моменту. Меня на самом деле просили на нем акцентировать внимание. А как же доказать, что ты автор? Вот вы создали произведение. Как бы могут быть какие-то претенденты другие из авторов, кто может быть считать, что он тоже создал его и так далее. Так вот, согласно закону, действует такая презумпция, так называемое предположение о том, что если вы указаны, например, Иванов Иван Иванович указан на сценарии какого-то фильма, то презюмируется, что он автор. Но если вы знаете, что на самом деле не он автор, а автор, например, вы, Петров Александр Сергеевич, то вы можете опровергнуть это и представить, например, какие-то ваши более ранние чертежи, не знаю, если это какой-то там проект чертежный, или какие-то наброски сценарии, черновики, и доказать уже, что нет, Иванов не автор, а я автор. Но при этом предполагается, что если на экземпляре произведения есть чья-то фамилия, предполагается, что автор он. Очень часто задают вопрос, вот этот значок копирайт, авторское право защиты, он нужен или нет. Есть мифы того, что я не поставил этот значок, значит защиты никакой нет и так далее. Нет, это не правда. Этот значок носит чисто информативный характер, и вы можете его поставить, если хотите, и написать, что авторские права принадлежат мужу Иванову Ивану Ивановичу. Но это совершенно излишне. Ну то есть не излишне, пожалуйста, ставьте, хотите, это много где проставляется, но это ни о чем не говорит. Как доказать, что ты автор? Возникает тогда вопрос. И вот это достаточно важный такой момент, с чего надо начинать, наверное, когда вы пытаетесь оформить какие-то права свои авторские на какую-то работу. Прежде всего, правило номер один. Где-то надо это закрепить на каком-то материальном носителе, не знаю, на флешке, на бумаге написать ваш сценарий и так далее. Потому что если у вас просто идея в голове, даже если она подробно выражена, как-то и вы там видите свой сценарий в голове, прокручиваете любые моменты и так далее, этого недостаточно, запишите это куда-то. В таком случае можно говорить о том, что вот он выражен в объективной форме. Далее. На этом экземпляре напишите вы свою фамилию, какие-то свои даты рождения, или еще какие-то данные, которые могут вас идентифицировать. Тогда действует презумпция, что вы автор о том, что мы говорили. Дальше. Что еще? Иногда пользуются таким хитрым приемом авторы, чтобы подтвердить свое авторство. Это, например, но это касается каких-то носителей, которые могут быть в конверт помещены. Ну там тот же сценарий или какая-нибудь флешка с видеозаписью и так далее. Помещаете в конверт и отправляете себе же по почте. Вам приходит этот конверт с содержанием того, чего вы отправили, и вы этот конверт не вскрываете. Что это вам дает? Штамп на конверте, он подтверждает ту дату, на которую, соответственно, вы дату отправки. Соответственно, на эту дату уже можно предположить, что вы отправили это письмо, и на ту дату вы были автором того содержимого, который отправили, потому что на нем в содержимом написано имя, фамилия, отчество автора, и конверт не вскрыт. И в суде такие, в случае, не дай бог, у вас возникнет спор, судьи, например, принимают такие доказательства и предполагается, что да, вот я в конверте на 25 января 2013 года отправил свой сценарий, и на ту дату я был автором. В случае споров это иногда неплохой вариант доказывания. Можно пойти к нотариусу и показать ему экземпляр вашего, например, сценария того же самую, попросить его вашу подпись на этом сценарии засвидетельствовать, и нотариальное засвидетельствование будет иметь дату. Соответственно, та же история, как с письмом, только тут как бы нотариус, больше полномочий, больше авторитета и так далее. Еще есть такой миф, что можно зарегистрировать объекты авторского права. Это миф. Ничего регистрировать не надо. И если вам кто-то говорит, вот если вы не зарегистрировали, у вас нету свидетельства, это значит, что у вас и нету авторских прав, это чушь. Такого быть не может, потому что объекты авторского права не подлежат регистрации. Но сейчас очень многие компании предлагают некие услуги такие по депонированию ваших произведений. То есть вы берете, записываете видеокассету с вашим фильмом или сценарий, или берете ваши фотографии, которые вы напечатали, и идете в эту компанию и, так сказать, их туда заносите, как в банк данных, и они вам выдают свидетельство, что на такую-то дату вы задепонировали произведение, вы являетесь его автором. Это просто доказательство. Одно из тех доказательств, которые перечислены выше, но, в принципе, почему нет? Если можно это сделать, если вы не хотите избежать проблем в будущем, можно, в принципе, воспользоваться этим вариантом. Есть российское авторское общество, такая организация, кредитованная государством. У них есть на сайте, если вы зайдете, услуги по депонированию некоторых произведений. С ними можно заключить договор, они, соответственно, внесут это в свою базу данных, и можно будет воспользоваться их услугами. Кроме того, создается некий, сейчас тут, наверное, у меня есть, национальный реестр интеллектуальной собственности. Это такое нововведение нашего государства. Весьма сомнительное, на самом деле, с точки зрения правовых вопросов организация. Но, тем не менее, они сейчас себя позиционируют, они как бы созданы, но на сайте у них пока ничего нет, у нас все очень медленно в государстве происходит. Но основная суть этого института какова? Они предполагают, что вы пойдете к ним, как авторы, на добровольном основе, вот тоже внесете ваше произведение, в том числе это кино касается, в их базу данных, и в случае, например, если ваш фильм будут на рут-орке, например, аналогичном, каком-нибудь сайте показывать, то в таком случае можно будет понять, что вы правообладатель, и потом требовать удаления этого фильма, потому что вы будете вот в этой базе. То есть просто имейте в виду, что вот Национальный реестр интеллектуальной собственности, его планируется сейчас создать, ввести в действие, это как дополнительный такой институт, где вы можете добровольно зарегистрировать ваши произведения. Но, повторяю, это добровольно, это никак не сказывается на защите того, есть у вас защита или нет, она и без регистрации будет действовать. Что очень важно, и это, наверное, самый большой камень преткновения для авторов, что идеи, концепции, методы, они не охраняются авторским правом. И тут, на самом деле, есть очень хороший пример. Ну вот, например, возьмем пример с книгами, с романами. Есть два романа. Один роман Оруэлла, 1984-й, другой «Замятина мы». Это как пример. Согласитесь, идеи этих антиутопических произведений, они очень схожи. Но что важно иметь в виду? Оба произведения имеют право на существование, оба обладают охраной авторским правом. Почему? Потому что идеи не охраняются. А само воплощение, объективизация вот этого того, что их замысла, двух авторов, они различаются. У них разные персонажи разные, какие-то сюжетные линии все-таки отличаются и так далее. Общая концепция, общая идея двух произведений, да, она схожа. Но это не защищается авторским правом. Просто забудьте про это. Поверьте мне на слово, что вы не сможете защитить свою идею фильма, например, если кто-то снимет аналогичный фильм. Вот это наглядные споры, примеры по поводу того, чего я говорю. Все, наверное, знают, есть такие два телешоу, шли по России первому каналу, точь-в-точь и один в один. И, соответственно, в чем суть этих двух телешоу? Они очень похожи. То есть какова основная суть? Они берут какое-то исполнение какого-то группы Rammstein, например, и, например, Максим Галкин осуществляет вородию этой группы. То же самое осуществляется в другом шоу. Они оба шоу заимствованы вот этого испанского телешоу Your Face Sounds Familiar. Что мы имеем? Абсолютно одинаковая идея. И там, и там мы берем и копируем какую-то группу на сцене. Воплощение, если кто видел, тоже очень похоже. И что же мы имеем? Был спор судебный по этому вопросу в России. И что сказал суд? Что нет, права не нарушаются на шоу один в один, по-моему, как я понимаю. Потому что скопирована идея этого телешоу. Но само воплощение этих телешоу, те речи, которые говорят актеры, какого-то сценария конкретно прописанного, как в фильме, в этих шоу тоже нет. И, соответственно, суд делает какой вывод? Что формат программы не является объектом авторских прав. Потому что концепция идеи не защищается. Да, это очень обидно, потому что люди старались. Кто-то даже покупает права на западные телешоу, чтобы сделать аналогичную территорию Российской Федерации. Но на самом деле дело обстоит так, что если вы его немножко, желательно его, конечно, видоизменить, потому что, возможно, если будут там даже абсолютно одинаковые слова использоваться и в том же порядке эти диалоги, что, в принципе, в телешоу невозможно, то общим правилом будет то, что формат телепередач не защищается авторским правом. То же самое по другим делам. Есть судебные примеры, которые говорят о том, подтверждают, что содержание в общем синопсисе, общая идея, концепция сериала тоже не охраняется авторским правом. Если вы решите создать сериал «Доктор Хаус» на территории Российской Федерации, назовете других актеров, немножко видоизмените, сделайте что-то типа интернов, идея не будет защищаться авторским правом. То же самое был спор не в Российской Федерации, но выводы все применимы по поводу фильма «Челюсти». Был фильм «Челюсти» Стивена Спилберга, все его знают. Потом вдруг через два года итальянская компания подумала, кинокомпания, почему-то нам не снять такой же фильм. Ну и что вы думаете, они сняли точно такой же фильм. У меня были отрезки этого фильма, здесь представлено, у нас просто очень мало времени, но по сути, поверьте мне, если вы сравниваете два видео, они очень похожи. И там, и там огромная белая акула атакует людей на пляже, и там, и там им съедают части тела и так далее, и там подобное. И что вы думаете, так вот суд, он сказал, что нет нарушений прав изначально, потому что используется общая идея. Центральная идея или тема произведения не защищаются авторским правом. Так. И что, ну вот сейчас перейдем к тому, что на самом деле не очень, наверное, так интересно, но очень важно. Поэтому я не могу вам это не сказать. Какие существуют в принципе права у вас, как у авторов на произведение. Вот есть такие две категории больших прав. Это личные неимущественные права и исключительные права. Почему это важно знать? Я думаю, что вы, я уже говорила, да, столкнетесь с жизнью с каким-то подписанием каких-то договоров, так или иначе, это неизбежно, да, в том числе на участие в конкурсах, или вдруг вы там кому-то будете лицензию давать и так далее. Так вот имейте в виду, обращайте в договоре внимание на то, кому переходят исключительные права. Исключительные права — это те права, которыми вы можете распоряжаться. Это право, например, что я вам разрешаю воспроизвести свой фильм или переработать мой фильм, или скопировать мой фильм. Вот эти все права, они называются исключительными. Так вот, если вы разрешаете кому-то использовать ваш фильм или ваши фотографии где-то на сайте или еще чего-то, вы распоряжаетесь исключительными правами. И что важно знать, что есть еще личные неимущественные права вас как автора. Они никуда от вас уйти не могут. Вы не можете ими распоряжаться. Очень часто в договорах более сильная сторона говорит, вы свое право как автора отдаете нам. Нет, это неверно. Право авторства, то есть быть указанным в качестве автора. Я, Иванов Иван Иванович, являюсь автором романа такого-то. Вот эти права, они неотчуждаемые. И не позвольте себя как бы обдурить в каким-то сильной стороне в переговорах и так далее. Вы всегда имеете право быть указанными в качестве автора вашего произведения. То есть ваша фамилия, более того, лицо, которое использует ваше произведение, оно обязано вас указать как автора произведения при использовании вашего конкретного творческого результата, который вы, соответственно, создали. Вот пример такой достаточно просто показался смешным. Вот Гамлет, это было первое издание Гамлета в России. И вот некий Сумароков просто на, так сказать, обложке Гамлета написал Сумароков. Как бы про Шекспира, в принципе, забыли, его посчитали ненужным указывать. Вот если бы это было сейчас, это время, время, место, вы имели право обратиться в суд и требовать определенной компенсации морального вреда за то, что вашу фамилию удалили. У меня в практике были примеры, когда мы обращались в суд, но это было, правда, немножко не ваш специфик, архитектурные проекты. Но на архитектурных проектах, например, тоже не указывали имена архитекторов. Недавно у меня был спор с известной рок-группой. Они взяли стихи одной девушки, которая защищала права, и они распространяли песню и стихи на своем сайте и так далее, не указывали ее имя. Мы обратились в суд, и мы добились того, что, а, их обязали указывать имя автора под этой песней, и, б, то, что мы взыскали достаточно неплохую компенсацию за то, что ее авторство не было указано. Так что, когда вы используете чье-то произведение, указывайте автора. Когда используют ваше произведение, тоже требуйте, чтобы вы были указаны в качестве автора. И что важно, есть такое понятие еще правообладатель. Вы, возможно, где-то с этим столкнетесь. То есть, когда вы свои права на произведение отчуждаете кому-то по договору, то это лицо становится правообладателем. За вами в таком случае остаются личные вот эти неимущественные права быть указаны в качестве автора. Но в таком случае возникает вот такая двойственность автора и правообладателя. Но это просто, если что, вы в договоре такое увидите, имейте в виду. Так вот, если вы создаете произведение, например, как оформить его? Его можно оформить вот этими, заключив некоторые договоры. Например, кто-то у вас просит, а ты мне можешь снять видеоролик для рекламы, например? Или там произвести фотосессию или еще чего-то. С вами должны заключить договор. Вот если вы не в какой-то компании работаете, а сам частно, как частное лицо создаете, какой-нибудь там компания или лицо попросило вас, заключите с ним договор авторского заказа. Никогда это не помешает. И там определите, в каком объеме вот то лицо, которое вам платит деньги за создание, может использовать ваш видеоролик или фотографии. Возможно, он скажет, не, я забираю все права на него, я плачу тебе большие деньги, буду тебя указывать как автора. Окей, вы соглашаетесь, определяете это в договоре. Но может вы захотите просто лицензию ему дать, что он в течение трех лет может использовать ваши фотографии. После трех лет все, его право прекращается. То есть все это урегулируется в договоре авторского заказа. Не пренебрегайте этим, поверьте, это важно. Потому что иногда совершенно непонятно, что творится. Отдаете ваши фотографии, видеоролик, потом появляется под другим авторством на сайте, и потом очень сложно доказать. Если у вас есть договор, это значительно облегчает задачу. Договор подряд на разработку какого-то тоже произведения авторского права. Это между компаниями, когда заключается, вы работник, например. Как еще могут создаваться произведения, ваши студенческие работы. Вы создаете, например, курсовую, там снимаете какой-нибудь видеоролик, скажем так. А это будет тоже ваше произведение авторского права. И по закону все права исключительные на это произведение, и авторские, и не имущественные права, указанные автором быть и так далее, они принадлежат вам изначально. Но что важно, иногда бывает такое, что в договоре с ВУЗом, например, конкретном, есть такая, можете посмотреть, если вам интересно, ваш договор с ВУЗом, что там сказано про исключительные права. Возможно, там сказано, что все созданные вами работы передаются ВУЗу, все исключительные права на них. То есть с этим надо быть просто, вот почему надо быть аккуратным, с этим и за этим следить. Потому что потом это как последствия, это то, кто может использовать эту работу в итоге. Поэтому на это важно обращать внимание. Ну и служебные произведения, это чем важно? Вы, например, работаете в какой-то компании, и вы в этой компании, в вашу трудовую функцию входит создание каких-то произведений. Так вот в таком случае автоматически все права исключительные переходят работодателю. Вам принадлежит только право быть указанным, и по идее работодатель вам обязан выплатить вознаграждение за созданные работы. Но это нюанс. Если вы работник, то все права исключительные, то есть разрешать кому-то воспроизводить, перерабатывать произведения, лицензию заключать и так далее, они принадлежат работодателю. Имейте это в виду. Итак, что самое главное знать про использование произведения авторского права? Что вы, когда используете чье-то произведение в своей работе курсовой, или, я не знаю, на сайте, на котором вы разработали, в каком-то кинофильме, например, музыку вы используете, вы не можете использовать чье-то произведение без согласия правообладателя. То есть что вам нужно сделать? Вам нужно, а, найти правообладателя, узнать, кто это, б, с ним поговорить и заключить как минимум лицензионный договор на использование этого произведения. Иначе к вам предъявят штраф, могут предъявить требования о выплате компенсации, который определяется в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Я не думаю, что есть люди, которые хотят выложить, ну, да, суды могут занижать эту стоимость, но как минимум 100 тысяч могут с вас взыскать. И я не думаю, что это очень приятно, поэтому обезопасьте себя и проверьте, используете ли вы чьи-то работы, и получили ли вы согласие правообладателя на использование этих работ. И что важно, если кто-то не говорит вам явно, что нет, я не согласен, нельзя считать, что это согласие. Согласие должно быть явно выражено, потому что иногда говорят, ну, он молчал, он не возражал, я использовал его работы. Нет, этого недостаточно. Он должен вам в письме или в договоре прописать, я выражаю свое согласие на использование такого произведения в таком-то объеме и, соответственно, в таких-то целях, такой-то срок. Есть исключение, когда не надо получать вот этого самого согласия. Этот перечень, он установлен в законе, в той же части 4-го гражданского кодекса, но он ограничен, если условно говорить, общественно значимыми целями и научными. Например, если вы цитируете какую-то работу, это может быть либо в научной работе, да, цитирование, либо, может быть, вы в своей курсовой работе какой-нибудь отрывочек из фильма в качестве цитирования приводите, то можно при определенных обстоятельствах признать, что это научные цели, и в таком случае, например, это не требуется согласия. Хотя вопрос с цитированием именно в качестве, например, фотографии, используемой фотографии и видеоролика в какой-то работе, например, это практикой на самом деле не признается цитированием. И считается, что все равно это использование не в научных целях, и там требуется получение согласия. Тут надо быть очень аккуратным. Но цитирование, например, отрывка из романа 100% — это научные цели, вам не требуется согласие правообладателя. В интересах свободы слова и информации, то есть СМИ, допускается использование в каких-то естественно разумных пределах, аналогично цитированию произведений, там, например, если вы пишете статью про русский музей, используете там, например, какую-нибудь картину какого-то художника, который еще не в общественном достоянии, для целей СМИ вы не должны, по идее, получать согласие, потому что цель информативная. То же самое тут в научных целях очень интересно. Мне представители вашего университета задавали этот вопрос. Например, у нас фестиваль. И мы используем на фестивале какие-то произведения музыкальные, например, третьих лиц. Можем ли мы их использовать без согласия правообладателя? Или нам надо получать такое согласие? Так вот тут вопрос интересный. С одной стороны, фестиваль можно отнести к научным каким-то целям, в зависимости от рода этого фестиваля. И в таком случае при определенных обстоятельствах, когда вы действительно готовы доказать, что это научные цели, то согласие не требуется. Но, скорее всего, фестиваль все-таки организован в целях развлекательных. И в таком случае, если это не пародия, потому что пародия — это одно из исключений, когда вы делаете пародию, там не нужно согласие правообладателя. Это случай свободного использования произведения, как вы хотите. Но вот если вы просто берете музыкальное произведение и его исполняете, в развлекательных целях надо найти правообладателя и заплатить ему соответствующее вознаграждение за использование этого произведения, какое он вам назначит. Иначе есть большая вероятность, что в случае ретрансляции такого произведения, например, он увидит это на YouTube или еще где-то, он к вам обратится с требованием, а почему вы не получили мое согласие на использование моей песни? И почему вы не заключили со мной лицензионный договор? Ну и тогда есть большой шанс нарваться на судебный иск. Поэтому с этим тоже надо быть очень осторожным. То же самое с использованием чьих-то фонограмм, каких-то исполнителей или ретрансляции каких-то телепередач. Это не авторские права, это смежные, но тоже надо получать согласие. Поэтому надо быть очень внимательным с этим. Я не знаю, у меня есть еще? Там полчаса не прошло у нас? Ну, тогда сейчас будем. Что еще тоже важно? Я буду чуть-чуть закругляться, но постараюсь еще какие-то моменты осветить. Вот, например, очень часто тоже еще один миф, что я передал флешку со своим фильмом или CD-диск, или пленку со своим фильмом, и все то лицо, которое у меня ее купило, он собственник всех авторских прав, правообладатель. Я теперь не могу ничем пользоваться своим произведением, потому что я отдал эту пленку кому-то. Нет, это не так, это миф. То есть вот этот переход материального носителя, вы кому-то продали, неважно, дали попользоваться и так далее, он не влечет за собой переход этих авторских ваших прав. Почему? Потому что авторские права защищают само произведение, неважно, в чем оно выражено, на каком материальном носителе оно выражено и так далее. Оно вот существует вне зависимости от этого материального носителя на самом деле. И поэтому если кто-то у вас купил видеопленку с вашим фильмом, это совсем не означает то, что вы ему какие-то права на использование этого фильма предоставили. Так что если к вам вдруг кто-то придет и скажет, ну как, ты же мне дал CD-диск, вот использует, я его в интернете выложил за 30 рублей прокат твоего фильма. Нет, это незаконно, имейте это в виду. То есть по общему правилу, если вы передаете кому-то материальный носитель, исключительные права на использование вашего произведения не переходят. Нет такого общего правила. Есть два договора, которые вы, если будете своими произведениями созданными распоряжаться, это договор об отчуждении исключительных прав и лицензионный договор. В чем разница? Договор отчуждения — это как купля-продажа. То есть был у вас дом, вы его продали, вы туда больше не можете прийти и жить там, потому что вы его продали. То же самое с договором об отчуждении исключительных прав. Вы заключили этот договор, все. Например, кинокомпании вы продали этот сценарий. Вы больше этим сценарием пользоваться не можете. Вы не можете его продать еще раз, либо его переработать и продать в переработанном виде и так далее. Потому что как с домом вы не можете туда прийти больше и жить. То же самое с договором отчуждения исключительных прав. Есть лицензионный договор. Это если вы не хотите на все время отдавать ваше произведение. Вы хотите им только попользоваться, лицензию предоставить. Это как договор аренды. Кто-то пришел и пожил в вашей квартире три года. После этого вы имеете право прийти и сказать, дорогой, съезжай, потому что три года закончились. То же самое с лицензионным договором. Вы свою фотографию, например, которую вы создали, дали право владельцу интернет-сайта разместить на сайте в течение года. После года он должен эту фотографию удалить. А вам в течение года выплачивать вознаграждение. Вот это основное различие между лицензионным договором и договором об отчуждении прав. Но что главное знать, это то, что в этих договорах всегда проверьте, в каком объеме вы передаете права. На что вы передаете права. То есть как то лицо, которому вы передаете, будет использовать эти права ваши. То есть может быть вы не хотите, чтобы он перерабатывал произведение и создавал на его основе какое-то новое. Запретите это в договоре. То есть обращайте на это внимание. Либо против, чтобы он копировал ваше произведение. Запретите это в договоре. И желательно заключать все договоры, естественно, в письменной форме, чтобы потом можно было посмотреть, что к кому переходило, с кем вообще вы имели дело и так далее, если в случае какого-то разногласия. И сейчас я быстренько, может быть, просто у вас будут какие-то вопросы, чтобы их в отношении фильмов не задавать. То есть мы создаем фильм. У нас множество людей участвуют в создании фильма. Но авторство фильма, согласно закону, принадлежит именно как итогового произведения, киноленты, оно принадлежит трем людям. Это режиссер-постановщик, автор сценария и автор музыкального композиции, которые были созданы специально для фильма. Вот эти три лица, они будут считаться соавторами вот этого фильма. После этого, что происходит с юридической точки зрения? Есть такое лицо, как продюсер фильма. Вот продюсер фильма при создании фильма должен убедиться в том, что он заключил договоры со всеми тремя лицами. Для чего? Чтобы они, они же создали режиссер-постановщик, автор сценария, композитор, они создали все три разных произведения. И вот продюсер, его задача убедиться в том, что все эти три лица передали ему все права на использование фильма, потому что он организатор этого всего процесса по съемке. Только тогда у него будут права на соответствующий фильм. Обычно это, конечно, на практике все налажено, и у продюсеров есть стандартный договор, который заключается с этими лицами. Но в случае чего, если вдруг вы захотите создать свой маленький фильм, и вы будете считать себя продюсером, подумайте о том, что вам надо заключить договор с этими тремя лицами, которые участвовали, помогали вам в создании произведения. И что важно, я сказала, что автор музыкального произведения, например, созданного специально для фильма, он автоматически становится соавтором этого фильма. Но бывает и так, что произведения музыкальные не создаются специально для фильма. Иногда в фильме вы используете другие уже давно созданные саундтреки, например, какие-то музыкальные произведения. И в таком случае никакого автоматического перехода, авторства, ничего этого нет. В таком случае вам надо пойти и получить согласие композитора или автора стихов на использование в вашем фильме этого музыкального произведения. Это очень важно. То есть убедитесь в том, что если вы используете чьи-то произведения, будь то фотографии, фильмы, музыка, что угодно, вы получили согласие. Иначе, опять же, компенсация, удаление, изъятие и так далее. Все, что можно требовать через суд. И, конечно, при использовании фильма, так как продюсер получил все итоговые права на фильм, подписал договоры с авторами сценария, режиссером и композитором, он становится правоопладателем на итоговый продукт фильм, и он имеет право уже быть указанным в качестве продюсера. Указание его имени обязательно при использовании фильма. Еще, наверное, успею, за эти пять минут потом перейдем к вопросам, что когда вы создаете произведение, например, кинофильм или пишете роман или еще что-то, у вас, если это какое-то художественное произведение, у вас, скорее всего, конечно, там есть какие-то персонажи. Возьмем там каких-нибудь, я не знаю, Буратино, Винни-Пух, все, что первое пришло в голову. Они потенциально могут отдельно охраняться как объекты авторского права, как и название вашего произведения. То есть, например, название «Тихий дон» Шолохова, романа, это отдельный самостоятельный объект авторского права, потому что название отдельно в данном случае, так как было признано, что оно имеет и творческий характер, название романа будет отдельно охраняться помимо самого романа. И использование названия кем-то, например, если я тоже напишу роман и назову его «Тихий дон», это будет запрещено. То же самое касается персонажа. Если есть у меня персонаж, например, и он не в общественном достоянии, потому что еще охрана его действует, я его использую того же персонажа в своем… Например, Гарри Поттера вы решили использовать в своем фильме или книге, или еще о чем-то. Вы не можете его использовать, потому что Гарри Поттер — это самостоятельный персонаж, который охраняется авторским правом. Соответственно, если вы хотите его использовать, или очень схожий на Гарри Поттера персонаж, когда будет явно видно степень схожести, то в таком случае получите согласие обязательно правообладателя, потому что иначе, опять же, нарушение исключительных авторских прав на произведение. Я думаю, что сейчас полчаса закончилось. Я вам примерно осветила то направление, в котором я готова сейчас ответить на вопросы. То есть это все, что касается авторских прав, использование ваших произведений третьими лицами. И мы не затрагивали вопрос смежных прав, но это использование фонограмм, например, или каких-то там исполнений и так далее записанных. Вот во всем этом аспекте я готова ответить на ваши вопросы. Здравствуйте. Я Матвей, студент второго курса, и у меня вопрос насчет фанфикшена. Когда человек создает какое-то литературное свое произведение, заимствуя персонажей или целую вселенную из какого-то другого литературного произведения и публикует это на каком-то интернет-ресурсе, насколько правомерно это? Ну, знаете, тут вот опять вот эта тонкая грань, что я заимствую идею, или я заимствую конкретно проработанный персонаж. Проработанные персонажи. Да, если я беру хоббитон со всеми хоббитами, созданными вот этими мифическими существами, то это будет нарушением. Если вы… Ну, тут, конечно, все зависит от степени схожести. Это все… Тут какая ситуация, что авторское право — это безумно такая субъективная вещь, что тут можно и так, и так толковать, и в зависимости от конкретной ситуации все по-разному может быть, но вообще это, конечно, заимствование. Я, как сказала, отдельные, например, персонажи, они могут защищаться авторским правом. И если персонаж обладает самостоятельным таким значением и творческим характером, то в таком случае это будет нарушением. Понятно, спасибо. Ну, я плохо вас слышу. Не на все отвечу тогда. Первый вопрос. Мне кажется, это очень важно именно для нас, потому что мы делаем какие-то свои фильмы. И у меня вопрос такой, чтобы вы как-то конкретизировали. Могу ли я, допустим, использовать какие-то аудиозаписи? Я просто слышал, что там до 30 секунд. Нет, этого нет в Российской Федерации. То есть при любом раскладе, если я беру какие-то фрагменты, я должен как-то просить эти авторские права. А какие цели? Учебные или какие? Ну, допустим, учебные, да. В учебных целях, если это в научных целях, использование какого-то небольшого отрывка аудиовизуального или аудиопроизведения, я сказала, что это можно подвести под научные цели. Теоретически вам в силу характера вашей учебы не требуется получение согласия. Но если вы вдруг решили создать какое-то произведение на своем страничке ВКонтакте разместить, или на сайте, все, это будет использование уже не в научных целях. Вам никак здесь будет под свободное использование не подвести. И, соответственно, да, будьте аккуратны, потому что действительно использование даже небольших фрагментов, там, полпесни, или вы замиксовали несколько песен в одну, вы, по сути, переработали, там, взяли несколько произведений и создали на его основании микс, например. И в таком случае это использование, и это использование без согласия будет незаконным. У меня еще один вопрос. Определяет ли прокатный лист, если я все-таки там собрался на какие-то зарубежные фестивали, я оформляю прокатный лист, определяет ли он мои права как автора? А что в нем указано обычно в этом прокатном листе? Он нужен для того, чтобы вас на фестивале показали? Да, да, да. Ну, то есть все крупные фестивали, да, зарубежные, вот, на территории Российской Федерации требуют прокатный лист. Соответственно, без этого листа я не могу показывать... Ну, и там указаны, естественно, ваши фамилии и так далее, как автора. Но это как доказательное значение имеет. То есть оно будет оцениваться, если, не дай бог, дело дойдет до суда, на уровне с другими доказательствами. То есть кто-то может принести, например, тот же самый злосчастный конверт, про который я говорила, и там окажется, например, та же работа, которую вы делали. И там дата, например, будет более ранняя. Ну, и тогда тут будет вопрос в том, что ваш прокатный лист, он будет оцениваться наравне с другими доказательствами, да, и нельзя сказать, что прокатный лист, он будет обладать какой-то большей, знаете, весомостью или силой. Такого нет, к сожалению. Но то, что он есть, он, в принципе, это как бы доказательство того, что вот вы же указаны как автор. Почему нет? Если никто не будет это опровергать, то да. И последний у меня вопрос. Если все-таки дойдет дело до суда, то мои интересы должен профессионал защищать, да, то есть юрист. И вот в таких вот делах какой процент берет себе юрист? Ну, во-первых, не обязательно. Вы можете, в принципе, рискнуть и пойти в суд сам, почитав, например, гражданский кодекс и там какие-то комментарии есть и так далее. Можете обратиться к юристу. Я не потому, что я юрист. Я вам искренне рекомендую просто из-за того, с чем я сталкиваюсь на практике, хотя бы проконсультироваться с вашими друзьями, которые закончили юрфак, чтобы они вам ткнули, показали пальцем нормы, которые регулируют как-то ваш спор и так далее. Если у вас есть средства, обратитесь к юристам. Но это не дешевое удовольствие. Единственное, что, естественно, это зависит от уровня юридической компании. Это может быть частно практикующий адвокат или юрист, который вам, в принципе, может быть там за какую-то умеренную сумму поможет. Все, рынок совершенно разнообразен. Я просто вам даже не назову уровень цен. Он абсолютно разный. Все зависит от того, какое качество услуг вы хотите получить. Спасибо большое. Мы специально вам много времени отвели на вопросы, поэтому будет здорово, если вы хотя бы, ну, я не знаю, может у вас все-таки в практике что-то сталкивались с чем-то. Здравствуйте. Меня зовут Кристина. Я по поводу авторских прав на использование музыки. То есть часто можно встретить группы музыкальные, которые исполняют переделанные, ну, может быть, не переделанные даже, даже, может быть, в этом же, как бы, используя ту же музыку, аранжировку где-то в общественных местах, то есть, но не свои песни. Насколько? Нет, ну, то есть, как это называется, как кавер, но, то есть, в принципе, может быть та же гармония, те же ноты, все то же самое. И насколько вот вообще-то правомерно может кто-то на них подать в суд, например, владатель. Вот, в таком случае никакого согласия, спасибо большое, не требуется. Но, как я понимаю, то, что вы говорите, это может быть вполне непародийный характер носить, и в таком случае, конечно, будет нарушение, если согласия нет. И что очень важно, к сожалению, сейчас не успели я это рассказать, но вот, пользуясь вашим вопросом, я это расскажу. Что вот смотрите, например, у нас торговый центр какой-нибудь, и там какой-то праздник, и там стоит группа и перепевает песни, скажем, я не знаю, группы, там, Rolling Stones, например. Тут нарушаются не только авторские права, потому что, например, они могут взять фонограмму в самой песне и на нее наложить, например, собственные слова какие-то, на русском языке, на английском, неважно. В таком случае еще будут нарушаться права на фонограмму, то есть на ту запись. Фонограммы не относятся к авторским правам, это смежные права. Что такое смежные права? Это вот есть, например, музыка, и потом ее записали на какой-то материальный технический носитель на пленку. И вот эта запись и воплощение этой записи на каком-то носителе, это уже будет фонограмма. Так вот фонограмма, поскольку она творческим характером не обладает, для ее создания требовались только технические какие-то меры и какие-то усилия, технические деньги. Соответственно, это уже не авторское право. Тут будут смежные права. И вот эта фонограмма, она тоже защищается. То есть если вы используете чью-то запись, аудиозапись, вы можете нарушить права непосредственно композитора, который создал данную, например, композицию. Дальше вы можете нарушить права автора стихов. Если вы их как-то использовали, например, но немножко видоизменили, вы нарушаете две категории авторских прав. А дальше, если вы используете оригинальную звуковую дорожку без, ну, в этой песне, вы еще нарушаете смежные права правообладателя вот этой фонограммы. И таким образом три категории прав мы нарушили. И за каждую из этих категорий мы, получается, можем требовать компенсацию. Получается, что вот, не знаю, ответил на ваш вопрос или нет. Ну, смотрите, а если это не пародия, если это живой звук, то есть то же самое, только вот живую повторенную, это использование авторского произведения, музыкального. Нужно согласие получать. А вот в использовании, получается, оригинальных каких-то песен в работе, то есть там хронометраж никакого значения не имеет? Нет, это хронометраж имеет значение. Его вот там за рубежом, в некоторых странах, там действительно есть такое регулирование, что там использование первых 15 секунд допускается, например. У нас таких нигде это не прописано. Но, естественно, что есть большая разница, либо вы использовали фильм целиком или песню целиком, либо вы в научных целях использовали там те же самые 15-30 секунд, неважно, песни, кусочек. И тогда, естественно, если вы использовали этот кусочек еще и в научных каких-нибудь там целях или в целях обучения и так далее, тут мы можем говорить о том, что вы не нарушаете ничьих прав. Но вот этого конкретно хронометража по там 30-15 секунд у нас нет. Но, естественно, если вы будете доказывать, что не, я это использовал там в научных целях, вам на руку будет то, что вы не целиком, например, произведение, а в качестве просто примера, иллюстрации использовали какой-то ограниченный отрезок. Здравствуйте. Меня зовут Вероника, и это не связано с фильмом, но меня это очень волнует. Наверное, многие сталкивались, в буквоеде есть серия книг истории великих женщин, рассказанные ими самими, рассказанные ей самой, как-то так. Издательство Экспо, насколько я уверена. Так вот, и там, и это биографии известных женщин, Мерлин Монро, Одри Хелберн, Вивиан Ли и так далее. И они никакого отношения к этим женщинам не имеют. То есть есть автор, который указан как переводчица, но оригинальных биографий нет. То есть она ничего не переводила. Она просто... Написала сама. Она просто сама это написала, да. Основываясь на каких-то фактах из биографии. Причем даже Одри Хелберн, например, много раз говорила, что не собирается писать биографии, отказывалась от этого и так далее. И с Вивиан Ли, непохожая ситуация. И это же вообще-то нарушение, но никто с этим ничего не делает. Но видите, тут на самом деле не совсем авторские права. Тут речь идет о такой балансе интересов, право на неприкосновенность частной жизни. Например, если Одри Хелберн не хотела бы, чтобы какие-то там личные, очень персональные какие-то моменты были раскрыты, например, в книге, автор этой книги получил какой-то странный доступ, прослушал переговоры, вскрыл переписку и потом это опубликовал. Это будет не совсем законно, она, естественно, может предъявить иск, но это не авторское право совсем. Это будет просто право человека. Одри Хелберн, гражданка, я думаю, была в США, я предполагаю. Там все это было бы регулировалось не нашим законодательством, но суть в том, что это не авторское право. Тут она могла бы сказать, да, тут неприкосновенность частной жизни нарушена. Но в принципе, если говорить в сфере авторского права, вам ничего не мешает взять и написать не автобиографию, а биографию Черчилля, например. Ну и в силу того, что объективных причин вам и помешать не может, но даже если в отношении какого-то живого персонажа, если это не нарушает право на неприкосновенность частной жизни, вы можете написать чью-то биографию, это не проблема. Другой вопрос, вы там, наверное, какие-то фотографии, например, будете использовать? Смотрите, одно дело, когда я пишу биографию, например, и делаю работу по истории кино, пишу биографию, да одно дело. но другое дело, когда я выдаю себя за другого человека и, получается, обманываю огромную аудиторию. Смотрите, тут другая ситуация может быть. Тут, если бы Одри Хэббер, например, та, которая была бы жива, она могла бы еще предъявить иск о защите деловой репутации и возмещении морального вреда, потому что, например, выдается ложные сведения, что это написала она сама. А там сведения написаны не ей самой, и вообще, может быть, там даже что-то не соответствует действительности, или она считает, что это порочит честь и достоинство ее как-то и так далее. В таком случае действительно есть механизм, как в России, так и за рубежом. За рубежом он называется defamation, а в России он называется иск о защите деловой репутации, который позволяет вам в случае чего, если вы не согласны с какой-то информацией, которая распространена, неважно, это может быть роман, а может быть какая-то статья в каком-то журнале. И вы, например, ее читаете даже про себя и понимаете, что вы такую статью не давали, и там какие-то факты содержатся, которые, например, не соответствуют действительности. Тут два варианта. Либо вы предъявляете иск, например, или требование о защите деловой репутации вашей, либо вы можете предъявлять какие-то требования, связанные с нарушением прав на неприкосновенность частной жизни. Если это какие-то сведения, которые не были в общем доступе, были в личной переписке, они как-то… То есть все вокруг вот этого. Но это очень оценочно, все зависит от конкретного содержания той или иной книги, например, или той или иной статьи. Потому что деловая репутация, защита, требовать защиту вашей деловой репутации, вы имеете право только тогда, когда сведения, факты распространенные, не соответствуют действительности. И вы можете это доказать. Если они все-таки, как бы вам они не очень нравятся, но они соответствуют действительности, то вас никто защиту вам не предоставит по защите деловой репутации, если только эти сведения не были получены каким-то нарушением закона, в том числе, например, кто-то скрыл вашу почту, какую-то личную переписку выложил, например, и опубликовал статьи. Вот там… Еще немножко. Да, пожалуйста. Там точно есть несколько нарушений, это совершенно точно доказано, но никто с этим ничего не делает. Ну, потому что на самом деле иск в суд может предъявить… Не может пойти любое лицо предъявить иск в суд. Это должно быть лицо заинтересованное, то есть чьи права нарушены. Если я обманутый читатель. Если вы обманутый читатель? И вы хотите к издательству предъявить. Но это можно тут, наверное, введение потребителя в заблуждение, как потребителя книжной продукции о том, что вот информация, которая там… Но на самом деле, я вам честно скажу, достаточно… Практически нет шансов, потому что всегда можно сослаться на то, что это какая-нибудь адаптированная биография с элементами какими-то художественных примесей и так далее, и тому подобное. Поэтому на самом деле, если вы всерьез задумываетесь, чтобы пойти в суд, я бы на вашем месте не тратила время и деньги, потому что, первое, вас признают, скорее всего, отсутствие законного интереса, а во-вторых, достаточно сомнительные перспективы, на мой взгляд. Это просто несправедливо. Но, к сожалению, знаете, многие возлагают на авторское право какие-то такие требования по справедливости или еще чего-то. Они предоставляют какой-то уровень защиты, но право не всегда… Право — это минимальная такая граница справедливости, на самом деле. И тут не надо путать право, мораль, нравственность, какие-то такие вопросы. Поэтому, к сожалению, не всегда все справедливо с моральной точки зрения. Тут два вопроса, на самом деле. У кого микрофон, думаю, у того сила. Здравствуйте. Я Макеич Кагнат. И я хотел бы немного уточнить про фестивали. Все-таки, если я использую какой-либо, допустим, аудио отрывок в своей курсовой работе, то если я показываю курсовую работу преподавателям, допустим, это научные цели, и я студент, то здесь все в порядке. Но если я остаюсь студентом и отсылаю свою курсовую работу на фестиваль, то уже и не согласую это с ни с кем. То это нарушение, однозначно. Это может быть нарушение, все зависит от того, что… Нет, неоднозначно, потому что все зависит от таких нюансов, как что за произведение вы используете. Это раз, потому что, я не знаю, может, вы говорите о том произведении, которое перешло в общественное достояние. Например, какая-нибудь там симфония, не знаю, Чайковского. И тогда в таком случае не будет, наверное, защиты. А если… Ну нет, нет. Автор пока жив, поэтому… Если автор жив, да, и фестиваль этот просто как бы награда какая-то по итогам фестиваля присуждается и так далее, то, скорее всего, я вам практически… Ну, не буду гарантировать, потому что все зависит от нюансов, но да, использование это будет не в образовательных целях уже в таком случае. Если, я не знаю, может быть, этот фестиваль не организует какое-нибудь учебное учреждение, которое можно как-то там подвести под научные цели. И вот еще один вопрос, пользуясь тем, что… Что-то пока еще… Еще у меня микрофон. Ну и не злоупотребляйте. Допустим, если я надергал отрывков из разных фильмов, наложил это на песню и пока что не выложил, это не в сети никуда, это не считается никаким… Нет, это считается использованием. Другой вопрос, что об этом пока никто не знает, и поэтому теоретически, точнее фактически, никто к вам, наверное, требований пока никто не знает, не предъявит. Но он может настучать правообладателю и совершить такое пакостное деяние, и правообладатель придет и предъявит к нему иск. Использование в личных целях допустимо, но не всех произведений. То есть есть определенные случаи, когда в личных целях допустимо, но когда вы покупаете кинофильм, например, видеокассеты для использования в личных целях, вы на самом деле тоже косвенно уплачиваете… Ну вы лицензионный диск, по идее, должны приобретать, и по идее правообладателю в идеальном мире должны переходить какое-то вознаграждение за использование. Самый яркий пример iTunes. Приобретая музыку, вы на самом деле приобретаете лицензию на использование в личных целях произведения. Как только вы его начинаете использовать в коммерческих целях, вы нарушаете условия лицензии, и к вам правообладатель может прийти и, соответственно, требовать компенсации. И последний вопрос от меня. Если у меня этот самый незаконный, мной смонтированный ролик, и кто-то взломал мой компьютер с ним и узнал про… и выдал меня, то я не прав, что у меня обнаружилось такое? Или кто-то не прав, что в токсиком нет? На самом деле тут не зависит от действия третьих лиц. Как бы неважно, например, тут так интересная ситуация такая. Даже если вам вдруг передали сотворенный кем-то видеоролик, нарушающий чьи-то права, и вы его, например, храните на своем компьютере или копировали и так далее, на самом деле это тоже использование, это тоже нарушение. То же самое в вашем случае. Если кто-то взломал ваш компьютер, выложил потом этот ролик, и там указана ваша фамилия, и можно спокойно понять, что это вы сделали в ваших рук дело, тут два варианта. Либо вы доказываете, что это сделали не вы, и что на самом деле это, я не знаю, фальсификация и так далее и тому подобное. Ну, либо правообладатель может, в принципе, и, скорее всего, имеет право предъявить требования к вам, потому что вы как бы использовали его произведение без согласия. Ну, я же могу предъявить иск о том, что это вторжение в мою личную частную жизнь и компьютер. Вы можете это делать, но это совсем не связано просто с авторским правом. Понятно. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Сваина, у меня такой вопрос. Когда зарубежный фильм выходит к нам в прокат в Россию, авторские права, разумеется, принадлежат автору-режиссеру оригинальному и компании, которая его снимала. Ну, допустим. Продюсеру. Да, продюсеру. Контролируется ли как-то перевод и название, которые… Конечно, да. А почему тогда в России часто бывают такие случаи, когда, можно сказать, произвольно придумывают другое название фильму, которое кардинально отличается от оригинального? Это как-то контролируется? Да, поняла. Спасибо большое. Потому что, смотрите, тоже важно сказать, что любой… Это будет перевод, например, с английского на русский, дублированный, например. Это будет переработка. Переработка – это использование произведения. Соответственно, любая переработка или, например, когда вы там из черно-белого фильма сделали цветной, это тоже переработка. Или там ремейк вы сделали, тоже переработка. Вот на это все нужно согласие. Как это осуществляется у нас на практике? Если официально брать, да, вот в официальном прокате, которые фильмы, и, например, у них изменено название, то в таком случае я практически гарантирую, что в 99,9% случаев, если мы говорим о легальном, да, каком-то распространении фильмов, то у продюсера фильма получается согласие, потому что заключается договор на прокат фильма на территории Российской Федерации. Это лицензия договор на прокат фильма. И продюсер с тем лицом, который осуществляет кинопоказ на территории Российской Федерации, в договоре очень подробно регулирует, в течение какого срока они имеют право осуществлять прокат и так далее. В том числе там оговариваются и вопросы о том, можно ли осуществлять перевод, в том числе дублированный перевод, потому что это использование произведения. Можно ли, я не знаю, в каком размере вознаграждение использовать и так далее и тому подобное. И можно ли в том числе изменить название? И, конечно, это согласуется с правообладателем, потому что это внесение изменений непосредственно в само произведение, в данном случае фильм. Просто я не уверена, что многие вещи согласовались, потому что есть там несколько примеров. Например, я не знаю, фильм. У нас в России он вышел как фильм-телекинез по книге Кэрри. И такая странная ситуация, то, что, например, в книге с Грейни там весь сюжет происходит странные вещи, и на последней странице оказывается у нее телекинез. И книга специально называется Кэрри, чтобы это не раскрывать. И выходит фильм в России, называется как телекинез. Или фильм, не знаю, известный мальчишник в Вегасе, который в оригинале называется «Хэнговор похмелья». Разве это как-то согласовывалось? Смотрите, я вам просто говорю о том, как правильно делать. То есть как с точки зрения закона надо делать. Как делается на практике, я не несу ответственности. Поэтому может быть все, что угодно. Но, скорее всего, это достаточно большие деньги, достаточно большие. Ни один кинопрокатчик в Российской Федерации не захочет ссориться с крупными западными компаниями, которые в прокатах сдают фильмы. И я уверена, что это согласовывается. О том, какой это эффект вызывает и как это искажает замысел и так далее и тому подобное, это сделано под расчет, под российскую публику. И поэтому, к сожалению, я с вами солидарна, что не всегда это хорошо получается в итоге. Но по правильному это должно быть согласовано с правообладателями. Я думаю, что крупные уважающиеся компании это согласовывают. В отношении маленьких каких-то компаний, или сейчас очень распространено, там осуществлять частный перевод сериалов всех иностранных и выкладывать в частном переводе на сайтах, это скорее всего пират, естественно, потому что вы за это не платите деньги, это пиратский контент, и перевод этот совершен без согласия правообладателя. Естественно, это повод для того, чтобы обратиться в суд с иском о нарушении исключительных прав. Спасибо. У меня очень интересный вопрос. Я вот смоделировал такую ситуацию. Вот, допустим, я снимаю какой-то рекламный ролик. После того, как я его снял, заказчику передаю авторские права на этот ролик. Правильно? Если вы специально для заказчика создавали, в силу закона автоматически ему исключительные права переходят. Да, и далее такая ситуация. Я использовал, когда создавал ролик, какую-то аудиозапись, да? Чужую. Да, то есть нарушил авторское право. И далее я его передал. Ко мне будут какие-то претензии? Будут. И к вам, и к тому, кому вы передали. Я такую схему придумал. Я придумал, думаю, создам какое-нибудь аудиопроизведение, буду продавать, а потом еще и деньги засекать. Ну, скорее, с вас деньги тогда будут. Вы меня расстроили. Спасибо. Ну да, к сожалению, ситуация такова, что не в зависимости от того, по цепочке кто из… если несколько человек по цепочке используют незаконно, я незаконно там разместил чье-то произведение в журнале, потом журнал перепродал, издатель его опубликовал, например, перепубликовали журнал такую, например, представим ситуацию, все лица, участвующие в незаконном использовании произведений, будут отвечать. Я смотрю, тут много нарушителей. У меня еще один вопрос. А может ли считаться доказательством в суде тот факт, что у меня, например, на компьютере или на жестком диске на флешке есть электронный файл, в котором операционной системой указана дата его создания? Вот, например, у… В смысле, что он нарушающий чьи-то права вы имеете в виду? Нет, я создал какой-то свой оригинальный, например, видеоролик. Так. Человек, который со мной спорит, у него есть доказательство, что он… этот ролик у него был 9 марта, но у меня он есть в операционной системе, датированный 8 марта. А, и можно выгрузить данные, которые подтверждают, что там 8 марта. Да, может ли это быть? Да, доказательство может быть на самом деле все, что угодно. Единственное, что дело дойдет, если до суда, суд будет оценивать доказательства на предмет их достоверности. И как бы другая сторона, я уверяю, будет говорить о том, что дату на компьютере можно изменить. В принципе, если там айтишники какие-то захотят, они это захотят изменить. Вот тут вопрос будет о том, ну, как бы, скорее всего, вам придется еще какие-то доказательства приводить в вашу защиту. Но как доказательство само по себе, пожалуйста, используйте, никто не помешает. Спасибо. У меня еще такой вопрос. Обязательно ли свое произведение хранить, предоставлять на каком-то материальном носителе? Не считается, например, то, что я его под своим профилем на YouTube на свой канал залила? Это тоже материальный носитель считается. Считается. Да, да, да. Любая форма, в том числе электронная. Все, главное, чтобы это было объективизировано в какой-то форме. То есть электронная, пожалуйста, конечно. Да. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Извините. У меня вопрос. Как регулируются отношения между авторами разных стран? Например, я беру какую-нибудь там музыку, которая сделана американским диджеем, малоизвестным, например, и использую там в своей работе. Поняла вас. И он, например, нашел это на YouTube. Смотрите, есть такой документ, называется Бернская конвенция о защите авторских прав. Это такой международный документ, это международное право, которое регулирует отношения между разными странами. Так вот, в этой Бернской конвенции те страны, которые являются участниками, подписали эту Бернскую конвенцию, они приняли на себя обязательство, что каждая страна-участник будет в равной степени предоставлять защиту как своим произведениям, так и произведениям других стран, которые, соответственно, подписали эту конвенцию. Так вот, в этой конвенции, по-моему, 186 или что-то такое стран-участников, в том числе США. Поэтому произведение, которое создано на территории США, равным образом охраняется и на территории России, и взаимно, наоборот, ситуация. Поэтому если вы вдруг используете произведение американского диджея, имейте в виду, что если этот американский диджей узнает о том, что вы его использовали, это будет нарушением. А куда ему обращаться, например? Он будет обращаться в суд по месту нахождения ответчика, то есть где вы живете. А если этот композитор живет не в той стране, которая подписала Венское соглашение? Не Венское, Бернское. Бернское. Да, да, да. Ну, если страна, например, там, я не знаю, даже сложно мне представить, что же за страна не подписала, наверняка таки есть. Боюсь подумать, но, может быть, и подписали. У меня нет сейчас списка перед глазами. Но, допустим, не подписали. Они, по идее, могут сказать, нет, в нашей стране не защищаются те произведения, которые созданы в Америке, и мы отказываем вам в защите ваших прав, потому что у нас нет вот этого принципа взаимности, не действует защита. И поэтому как бы… Но поверьте мне, Россия и те страны, которые, я думаю, первые приходят вам, первые там 20 стран, которые приходят вам на ум, они являются участниками Бернской конвенции, поэтому тогда эффект взаимности, он есть. С авторскими правами это важно, потому что нет такого принципа территориальной защиты, так называемого. То есть, например, если говорить о изобретениях каких-то, например, там патент получен на какое-то изобретение, где оно зарегистрировано, только там защита и будет. А с авторскими правами не так. То есть авторские права, независимые, вы создали в России, они автоматически будут охраняться и в Америке, потому что есть вот эта Бернская конвенция, которая предоставляет такую взаимную защиту этих прав. Второй вопрос. Если, например, я работник компании, ну вы об этом говорили, компания получает полный объем исключительных прав? Да, они автоматически в полном объеме переходят к компании. Единственное, что за вами остаются вот эти неимущные права. Каким-то образом можно урегулировать этот объем исключительных прав? Вы можете изначально с работодателем, например, говорить объем ваших трудовых функций и сказать, что, например, вы, например, работаете фотографом в какой-то компании, а вы создали видеоролик. Но это явно не входит в трудовые функции фотографа. Например, допустим, иногда это входит. Или вы создали какое-нибудь, я не знаю, нон-фикшн, какое-нибудь кино, и понятно, что это не входит в ваше… Просто это регулируется трудовой функцией, объемом этой трудовой функции. То есть вы с работодателем можете в трудовом договоре прямо предусмотреть, что какие-то вещи, которые вы создаете, не будут входить, да, там типовые какие-то там набросать, я не знаю, там те же видеоролики, они не будут автоматически. То есть в принципе это можно попробовать урегулировать с работодателем, но по общему правилу автоматически будет все, что там… Если в вашу функцию входит создание каких-то аудиовизуальных произведений, то они будут автоматически передаваться работодателям. Но можно прописать в договоре, например, что я оставляю за собой право копировать, публиковать. Да, конечно, это все на ваше усмотрение. В договоре вы можете по усмотрению, если работодатель будет не против, вы можете, естественно, сказать, что за вами остаются такие-то права. Единственное, что за вами и так остается право в личных целях это как-то использовать, созданное вами произведение, но в личных. Это не значит, что вы можете его куда-то перепродать и так далее. И третий вопрос. Как правило, как разделяются права с продюсером, и всей этой троицы режиссер, композитор и автор сценарий, например, если я как режиссер имею право, опять же, на исключительные права на произведение, там опять же, публиковать его или что-то. Вы знаете, вот эти три персонажа, это режиссер, композитор и автор сценария, они каждой создали свою часть фильма, правильно? Получается, в своей части, которую они непосредственно создали, они являются авторами и обладают изначально в силу создания всем комплексом прав. Но, естественно, поскольку они это, скорее всего, делали не за свои деньги, продюсер все это финансировал, то продюсер не дурак, он заключит с ними договор. И дальше, соответственно, он им говорит, подпишите, пожалуйста, договор. Скорее всего, это будет договор перед созданием фильма, в котором вы обязуетесь в будущем передать мне все права на созданные вами произведения в рамках этого кино, создания этого фильма. И тогда у нас получается, что первое звено, это вот автор, точнее, прошу прощения, режиссер, композитор и сценарист, вот у них были права, три созданы было произведения авторского права. Дальше заключается договор с продюсером, и по цепочке продюсеру передаются исключительные права. Но за каждым из авторов остается право, авторское, личное, неимущественное право быть указанным в качестве автора этой части и так далее. Но все зависит от того, дальше могут ли они непосредственно использовать вот эту свою созданную часть, все зависит от того, какой договор вы подписали с продюсером. Потому что по общему правилу предполагается, что с продюсером вы подписываете договор об отчуждении, это который аналог купли-продажи, и что за вами не остается никаких прав исключительных. Но можно заключить с продюсером и лицензионный договор. Если продюсер на это пойдет. И тогда вы можете и за собой какую-то часть прав оставить, например, на использование копирования, использование в других каких-то лентах и так далее. Либо продюсеру на какой-то ограниченный срок предоставить и так далее. То есть договор — это такой механизм, которым, если другая сторона согласна это согласовывать, вы можете какие-то условия урегулировать, какие вы хотите. Понятно. Спасибо. Маленький вопрос. Почему в эту супер-троицу не входит оператор-постановщик? Да, тут такая ситуация, что действительно, я изначально говорила, что над фильмом работают куда больше людей, и могут создавать какие-то объекты куда больше людей, чем вот эта троица. Но ситуация такова, что закон определил, что именно этих трех людей наделяют именно авторскими правами на фильм, как на отдельное произведение целиковое, вот это составное. Но при этом никто не говорит о том, что если, например, какое-то лицо в рамках производства фильма создает какое-то еще, я не знаю, какие-то произведения, которые можно считать произведениями авторского права, никто не говорит, что за ними авторские права не будут возникать и так далее. Просто у этих лиц, которые не входят в эту троицу, у них не возникает авторских прав на киноленту целиком. Но на свое конкретное произведение, которое он создал, будет возникать право. Поэтому тут общая и частная такая ситуация. Но как у режиссера не может возникнуть право на всю киноленту? Потому что он в любом случае объединяет работу… Продюсер. Вы сказали режиссер просто. Я сказала режиссер в каком контексте? Владение лентой. А, всей лентой? Я говорила с продюсер, конечно. Вот, представим такую ситуацию. Я сижу в Эфиопии. Страна, которая не поддерживает Бернскую конвенцию. Не факт. Ну, допустим, какая-то страна, которая не поддерживает. Я накачал себе музыки с пиратского какого-нибудь файлообменника. Так. И использую ее в своих целях. Личных, коммерческих. Я буду преследоваться? Вообще. Может, и страна потребуется? В Эфиопии будут более серьезные проблемы, чем преследование за контент. Но могут ли меня объявить, по идее, там куда-нибудь? Нет, но предъявить ему какие-то иски могут. Но просто если в какой-то стране законодательное регулирование не поддерживает защиту авторских прав, то вы можете сделать все, что угодно. Но я предполагаю, что вы живете не в Эфиопии, а все-таки являетесь гражданином РФ. И все-таки на вас будут распространяться правила Российской Федерации. Если я приеду в Россию, то меня могут преследовать за то, что я сделал когда-то тогда. Ну, тут вступают, если серьезно говорить, на самом деле вам это интересно, то тут вступают в различные в действия международные соглашения о сотрудничестве между странами. И тут есть такие договоры между странами, которые подписаны или не подписаны, в зависимости от отношений международных. И там уже есть взаимная помощь и так далее. Но если реально в России, то будут предъявляться требования других. Спасибо. Если автор произведения умер, то его авторские права уходят вместе с ним. Они не могут быть переданы. 70 лет. Именно авторские. Нет, именно авторские. Не права обладателя. Вот эти неимущественные, да? Право быть указанным в качестве автора и так далее. Нет, хороший вопрос, спасибо. Нет, они действуют бессрочно. То есть если исключительные прекращают действие через 70 лет после смерти автора, то право быть указанным в качестве автора произведения, они действуют бессрочно. То есть если вы используете все-таки чье-то произведение, которое перешло в общественное достояние, вы это можете как угодно копировать, воспроизводить, перерабатывать и что угодно делать. Из Евгения Онегина делать мюзикл, но при этом вы должны указать, что за основу, например, взят произведение Пушкина и так далее. Понятно. Вот автор умирает, и правообладателем становится его семья, допустим. По наследству, да, переходит. По наследству. И семья владеет 70 лет. А потом все. А потом в общественное достояние. Потому что тут идет баланс общественных и частных интересов. Потому что, чтобы общество прогрессировало, да, и культура развивалась, понятно, нельзя допускать такого, чтобы авторские права действовали и охранялись бессрочно. На самом деле сейчас в современном мире уже стоит большой вопрос, вообще оправданы ли вот эти 70 лет в принципе защиты. То есть речь идет о том, что пора бы на самом деле на многие произведения, в том числе, например, программы для ВМ, сокращать срок защиты, потому что 70 лет — это неоправданно много. С учетом того, как прогресс движется сейчас. Понятно. Но пока 70 лет. Пока этим… А если, допустим, вот есть такое дело с продолжением произведений Толкина. Его третий сын Кристофер Толкин, он написал продолжение, но по черновикам Толкина. И может ли это считаться его произведением авторским? Это безусловно. Любой ремейк или там сиквел или еще что-то вы делаете — это отдельное самостоятельное произведение авторского права. И оно будет отдельно подлежать защите. Другой вопрос. Оно одновременно может нарушать и чьи-то права. То есть тут как бы такая ситуация. То, что вы создали, вы создали автоматически, у вас авторские права возникли. Но если вы это создали и нарушаете чьи-то права, например, скажем, на произведение Толкина еще действует правовая защита вот этих исключительных прав. Ну если это его сын, скорее всего, он наследник. И поэтому у него права есть. Поэтому тут глупо говорить о том, что какие-то у него могут быть проблемы. Но если это, например, не его наследник, а какой-нибудь сосед, который получил доступ к черновикам, переработал и создал какое-то свое произведение, он стал действительно автором этой переработки и так далее и тому подобное. Но вот этот сын Толкина может предъявить к нему иск. Ну а у кого авторские права, получается? Какие исключительные? Исключительные авторские права у Толкина или у его отца? Нет, отец-то умер уже. Понятно. Но черновики-то его просто. Нет, черновики-то его, но просто человек умер, у него уже как бы его права, либо те, которые могут, переходят по наследству, те, которые не могут, они прекращают свое действие, например. Понятно, спасибо. При продаже лицензии автор может выдумать, в принципе, любые пункты договора? Ну, например, как Джоан Роулинг решила, что все актеры в фильме должны быть британцами. То есть можно любые пункты выдумать. Ну, насчет актеров фильма должны быть британцами, ну, это можно подогнать, наверное, под условия лицензии, то есть, может быть, без этих условий, без наступления этих условий она бы не заключила лицензионный договор, скажем так. Ну, вообще, да, но на самом деле на практике диктует условие та сторона, которая является более сильной в договоре. И, к сожалению, очень на практике редкие ситуации, когда вы такой, ну, я не конкретно про вас говорю, например, какой-то неизвестный автор приходит в крупное издательство и говорит, ну, давайте заключим с вами лицензионный договор на издательство моей книги. И говорит, сейчас я вам тот свой договор принесу, еще свои пункты там покажу, я хочу то, я хочу сё. Скорее всего, у них будет стандартный лицензионный договор, который скажет, либо подписывай, либо уходи. Вот. И поэтому, к сожалению, в большинстве случаев, когда вот такие ситуации, тут мало что даст вам, как бы, вот знаете, скорректировать какие-то условия. Но если это, например, да, автор там, произведения такого, как Гарри Поттер, то, скорее всего, конечно, она может диктовать свои условия, потому что желающих снять, например, фильм по мотивам, да, и его произведения, я думаю, было очень много, поэтому она могла выбирать свободно и диктовать свои условия. Спасибо. Можно узнать ваше мнение вот по какому поводу, как вы относитесь к такому казусу? Композитор, как известно, да, согласно договору, он передаёт как бы имущественное право. Но был потом подзаконный акт, по-моему, Госкино это делало, и композитор был должен был получать от каждого проката своего фильма соответствующий процент. Я уж не помню, сколько там, 2 или 5 процентов. И был процесс, даже судебный процесс, и был прецедент, и суд решил. Это был Шерли-Мирли фильм, там половина компелитивной музыки, тем не менее суд в пользу композитора высказался, и он стал получать с каждой. То есть с одной и той же овцы он получает дважды. Он получает уже как часть фильма, но из-за того, что, значит, как будто в концертном зале прокатывается. Сохранилось ли это до сих пор? Да, да, это есть прямо закреплено в Гражданском кодексе, что именно в отношении создателя музыкального произведения специально для целей создания фильма, и за ним действительно закрепляется право на вознаграждение именно за использование уже непосредственно музыкального ещё отдельно произведения. Спасибо. Такой вопрос насчёт исключительных прав. Если студия оформляет договор с автором и получает исключительные права, то, например, когда человек владеет исключительными правами, он умирает 70 лет и потом национальное достояние. Как со студиями или с компаниями? Ну, любая студия или компания — это юрлицо, да, это какая-то ООО, АО, различные такие правовые форумы. Они, естественно, могут существовать, доколе хотят его учредители, участники этого юрлица и так далее. То есть у них нет какого-то там, как у человека, да, предельного, максимального количества лет, которые они могут прожить. Соответственно, пока существует юркомпания и пока не прошло 70 лет, то есть тут ограничителем единственным будет 70 лет, вот и все. Судя по всему, это будет последний вопрос и задаю я его по просьбе пятикурсника, который должен был срочно уйти. Он имеет косвенное отношение к авторским правам, но каждого из наших студентов это должно интересовать. Значит, и в Конституции Российской Федерации и в законе о СМИ первые статьи гласят, что сборы получения информации не контролируются нигде и можно их получать спокойно. Он снимает сейчас дипломную работу о дворнике, который подметает дворик около Академии художеств. Он начинает съемку, к нему подбегают люди и говорят, что нужно было получить разрешение на съемку в этом дворике от кого-то, там какой-то смотритель в конторе. Он идет в контору, ему говорят, нет, надо получить разрешение в районе. Он звонит или идет в район. Ему говорят, нет. В общем, доходит чуть ли не до Полтавченко, кому надо обратиться, чтобы разрешили снимать в этом дворике, в котором гуляют люди, он доживет, его окна выходят в этот дворик со дня его рождения. Что в этом случае делать? Таких случаев масса. У меня один студент, уже выпустившийся, сидел в каталажке за то, что он снимал у Казанского собора вот в этом огражденном... Но он не журналист, правильно я понимаю? Журналист. Журналист, у него есть удостоверение и так далее. Да, студентом был в этот момент. Там ему еще пришли... У него статус есть? Журналистский статус есть? Он к СМИ какому-то закреплен? Нет. Статус положен только, когда у тебя есть удостоверение о другом билетах. Да, но у него нет еще. Но у него только студенческий билет. И то же самое у этого пятикурсника. Да, спасибо большое за вопрос. Тут действительно такое есть противоречие. Есть права на доступ к информации. Он, по сути, доступ к информации должен быть не ограничен, как и свобода слова и все остальное. Это все прекрасно, действительно закреплено в Конституции и так далее. При этом вот эти права на получение информации и на свободу слова, они согласно законодательным актам, они могут быть ограничены. И они могут быть ограничены другими федеральными законами. Именно федеральными. И вот какая складывается ситуация, что вот на вашем примере, тут возникает множество законов, которые регулируют вот эти ограничения на доступ к каким-то информации и так далее. Как пример. Возьмем, рассмотрим вашу ситуацию. Прежде всего, дворник, когда его снимают, вы должны получить у него, по идее, согласие на его съемку, потому что это неприкосновенность частной жизни. И мы должны, у нас есть право на свободу информации, свободу слова, но мы должны уважать права другого человека. Дальше относительно дворика, Академия художества, например. Академия художества, скорее всего, музейный объект. Я предполагаю, что у него есть определенный режим правовой, как музейного объекта. И в нашей стране и во многих других странах есть такое законодательное регулирование относительно всяких музейных объектов, входящих в музейное наследие и так далее, особо ценных культурных объектов и так далее, что их съемка, как ни абсурдно это бы звучало, но их съемка требует действительно согласия вот того лица, который отвечает, соответственно, за управление вот этого музейного объекта. И что самое интересное, даже на эту тему, на самом деле, писала статью, что самое интересное. Вот, например, есть картина, был такой спорт действительно судебный, сравнительно недавно. Есть картина такая, художник в Эрмитаже висит, «Дама в голубом» называется, к сожалению, не помню автора. Суть не в этом. Эта картина давно перешла в общественное достояние. Она была написана, я не знаю, полвека или век назад, может больше, я, к сожалению, не помню. Но суть не в этом. Суть в том, что она давно перешла в общественное достояние. Она висит в Эрмитаже. Женщина взяла эту картину и на двери своего салона, там, ателье или еще что-то, изобразила эту картину. Так вот, Эрмитаж к ней предъявил требование за то, что она использует предмет музейной коллекции на двери своего ателье. С точки зрения авторского права полный абсурд, потому что произведение перешло в общественное достояние, я могу использовать, как хочу его. Но есть федеральное законодательство относительно оборота вот этих использований объектов музейного фонда. И там говорится о том, что музей, вы должны спрашивать, музей разрешает ли он использовать конкретный объект. Это абсурдно, но якобы это оправдано целями того, что это музейный экспонат, у него особый режим. Поэтому в данной ситуации с двориком Академии художеств возможно, они руководствуются тем же подходом, что есть особый режим этого объекта. И съемка в режиме на данном объекте и так далее, она должна осуществляться только с разрешением полномочного органа. Поэтому, к сожалению, тут надо смотреть на все эти ограничения, которые существуют. То есть есть право действительно на свободу слова, на свободу получения информации, доступа к информации, но оно может быть ограничено правом на неприкосновенность частной жизни, вот такие всякие режимные объекты, которые то же самое на военном объекте вы не можете снимать и так далее. Поэтому, к сожалению, надо все это принимать во внимание. Я думаю, что мы должны поблагодарить Екатерину Александровну за очень интересный разговор. Спасибо большое. Я думаю, что, может быть, мы когда-нибудь еще продолжим и что-то более еще какое-то узкое осветим и так далее, если у вас будут какие-то потребности и так далее. Спасибо большое, что пришли. Надеюсь, что у вас не будут проблем с воровством ваших произведений. Надеюсь, что вы тоже не попадетесь на то, что вы делаете. В общем, спасибо вам большое. Спасибо. Группа Б. Мы сегодня занятия закончили. Группа А. Да. Домой. Слушайте, оказывается. Значит, с группой А. Спасибо. Спасибо.